очень горькое письмо очень горькое да поэтому я решил начать с анекдотов анекдоты грубая на то они анекдоты они всегда с картинками вот анекдоты я когда-то давно рассказывал может быть даже еще до вебинара один-два слышали подружка жалуется другой подружки не не садоводы просто подружки позавчера была вон в том доме ты представляешь меня трахнули я вчера опять пошла в тот дом опять трахнули сегодня снова иду и вот дальше в свете этого анекдота мы сейчас будем читать вот эту самую я как решил здесь вот это вот можно было бы дать вам время я пойду до полночеку кому надо просить и под но это горечь такая такая горечь что я таких уже не сотни а за все годы я начинал печататься когда не было интернета даже на рисову такого и письма забиты были ящики поэтому и все горечь 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 на создание все-таки просит чтобы поймете почему будет мой такой ответ и почему анекдот такой а так прочитали смотрим самый низ теперь один из сотни в не попытаюсь обмануть и нажиться на таких быстренько выживает из бизнеса рассказываю про себя любимого специально никто не выживал есть способ простой если сергей продает саженцы допустим по 1000 рублей или даже дороже бывает и дешевле например прекрасная непривитая волочная вишня прекрасная эти полу культурные манджурские абрикосы достаточно крупные достаточно вкусные достаточно ну и там уже супер морозостойки он продавал по 200 по 300 рублей это потом он их уничтожил когда никто не купил и мало покупали а почему потому что эти вот остальные 99 сотни они просто держат цену настолько низкую потому что народ бедноватый но народ настолько бедноватый что предпочитает купить два мертвых он еще не знаю что они мертвые когда покупает вот чем один допустим у того же сергея ну не только сергея но таких нас на страну вот вот на всю страну а их то тысячи так теперь смотрите как меня попытались выжить избирать я ничего не могу понять я не буду показывать письмо я не знаю конец этой истории меня предупреждали человек написал мне письмо она у меня есть личное где написано что он действует где это он действует в интересах заграничных партнеров он предлагает мне как там было написано очень немаленькие но как-то хитрое слово но короче большие в общем немалые деньги для того чтобы я продал им канал то есть со всем содержимым значит я думал 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 а я уже один случай знаю здесь все практики один из нас исчез просто исчез я теперь знаю почему так вот исчез из пространство назовем из как-то информационного пространства вот ну и просьба это ответить и так далее вот и там было написано что они уже скупили 40 таких каналов вот я подумал это очень чередный разговор ребята может быть тот из вас что-то знает подскажутся где вас очень много умных и даже мудрых людей вот я мальчишкой было мальчишкой остался вы наверно заметили что 70 лет что 7 лет а я такой же был такой остался так вот а есть люди более осторожны и вот значит я думал 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 все мои открытия а это несколько нобильских премий если в них вот одно из чуть ниже познакомлю еще раз сейчас еще с одной будущей премии вот они в открытом доступе то есть бери пользуйся если я что-то придумал дальше остается теперь развивать это развивать развивать так потому что раз я не до меня никто не догадался теперь надо этим пользоваться но им надо чтоб я продал все просто взял продал тогда получается я не буду то есть фактически получается наверное что от меня просят продать им авторские права так больше нигде никогда ну как получилось это правда смешно когда мне отказываются печатать эти издательства говорят что это не ваш фотографии помните я плакался это не ваш фотографии то есть мои фотографии теперь не мои потому что кто-то им попользовался и теперь он теперь это самое хозяин их раз он где-то взял фотографии с моего сайта выставил где-то вот но это это и мелочь а здесь авторские права это значит что до после этого кто-то видео посмотрел а действительно на близкие премии остается выкупить у меня право авторское право когда наверное это все будет сделано официально и больше я никто зато я смогу наконец поехать на курорт отдохнуть и подлетится вот такой вот вещь вот и что касается у человека который это это написал да это письмо он это все прекрасно понимает теперь смотрите у меня была вот такая вот статья покажу это важно потому что я хочу чтобы у вас получалось не хуже чем у меня там уже я был новичок это я был новичок сейчас покажу вот это вот это письмо мне пришло это комментарий с этого с крупного сайта смотрите этот оценка он всего лишь переслал мне его однажды я такую статью написал это ее сокращенный вариант он попал в этот самый как он называется в крупное издательство и как он я еще раз потому что это лишним не будет информации вы сейчас присутствуете видите я это однолетний сад я почему возмутился что мы якобы делаем длинные а импортные они всегда лучше нет посмотрите вот я клялся богом сто раз что это однолетки так на переднем плане вот он явленько но она к нему тот какие есть я их называю полукавликами они вырастают до 5 4 метров но медленно растут все нормально персик вот он высотой 2 метра слива я даже вижу это слива сонер востока тоже длинная абрикосы те вообще это и вот я почему-то по озеру они действительно однолетние и действительно такие огромные но всегда оправдываюсь ну вот получилось мне поверить трудно в это представляете когда каждый третий день дожди когда рано привил когда длинная 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 теплая осень одно лето было как как на кубани только теплее еще дождей вот так бывает мой рекорд сейчас хотите считать хотите нет рассказываю с вами квадратный метр садил вот на таком расстоянии это обычная школка и тыкал где найду квадратный метр раскопаю 11 соток было начинал с 11 соток вот это потом уже был островом потом промышленный сад 5 гектар а вначале было так места нет и когда пришла пора привать я не стал выкапывать там за столом привать я не стал рассаживать я бывал рассаживал осенью весной привал я бывал рассаживал весной если времени не было ждал две-три недели а сейчас как-то укореняться и приваю на коленях у земли вот так вот я взял на этом квадратный метр и не стал рассаживать вот как были я умудрился их привить а бывает рука набитая сорта уже сравнились немножко вот я получил 40 сейчас не помню 40 или 50 штук я их не считал вот они все были метр не крупная я не поливал никогда питомник вот спасибо в это первые годы когда было заполнение газ дождей шли регулярно это сейчас опять началось то много то нет и вот а потом машины подъезжали одна за одной это был конец то есть самое как ее назвать это конец то самого сумасшествия который поразил себя на горшке и действительно тысяча 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 и тогда я взял прошло несколько лет я помню этот случай я конечно не фотографировал эту грядочку вот я просто взял и однажды написал статью а это вот уже отголоски той статьи так и я привел пример что ребята мне постоянно жалуетесь вы это для вас я повторяю мне просто повезло что это человек взял и написал горькую ответ прочитав вот это он начали прочитал а потом вот так горькое письмо было но тут правда настоящий сажен согласитесь ясно что не с рынка и вот значит я приводил пример у меня три сотки да как я я говорю я на квадратном метре 50 суток вырастил или 40 я тут тут цифры знаете почему плавать цифры вот уж я их не считал вот и вот получилось и 40 тысяч это может быть 38 может 45 ну 40 и получается и заработать можно и в любом месте если только удастся эти сотни майкосчик или тысячи а если тысячи это вообще считаете уже будущий миллионер вот это имел ввиду я хотел людей подбодрить с тремя сотками вот россия всегда считалась четырехсоточной она так и называлась вот как черемушки вода 30-40 лет на четырехсотках просуществовал у него там места нет и сейчас тут же саженцы тут же огромные деревья вот вот это имел ввиду а теперь смотрим сюда я возвращаюсь сюда вот короче у меня с такими это со мной как сделать на ровном месте очень плохие отношения но он не обязан не верить я понимаю его почему вот все что выше горько да вот он не знаю что я один из сотни которые не пытаются мне знаете как мне приходили письма вот и там было вот это горечь знаете враг ну пожалуйста ну хоть вы не обманите вот высылали у меня сейчас тополя растет рядом с этим я пока с грушами он похож вот сейчас уже два метра я его не убираю как бы например для будущих статей для фильмов он растет а кто там копался тяпал он его не стал трогать и решил что это груша уже два метра и вот значит а пожалуйста хоть вы не обманите как я могу обмануть так где же я возьму эти тополя если человеку топали одному другому березу третьему вербу четвертому черемуху по подсунули но где же я возьму то я это продать не могу сортовые как же я вас обманута ну и наконец когда все это при это человек пишет мой дядя занимался поверхностно я представлен чек еще поверхностно сколько усилий нужно приложить чтобы не замерз не загнил и не болел то в принципе нихрена не нужно вот если если говорить не про виноградный черенок а вообще про все остальное кроме винограда не знаю не понимаю винограде может быть там действительно возним много ну и мой вывод а что еще скажу выращивайте сами и тогда вас никто не обманет и не надо ходить в тот дом где вас очередной раз образно говоря трахну вот 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 вот